Продолжаем штурмовать. Не для эфира. Видишь? Они повсюду, эти твари. Тебе нужен полный заряд, чтобы убрать всех. Зажми большую кнопку, пока заряд не наберётся. А потом отпусти, чтобы шахнуть этих мудил. Я пока кроссворс порешаю, ладно? Я так и не разобр... Да не так уж и сложно, Алекс. Окей, мы хотя бы снова в эфире. Ё-моё. Обычно простого нажатия хватает, чтобы сбить одну. Вон там, стреляй, пока она снова не сломала нам всё. Отлично. Вроде это была последняя. Пока что. Так, сейчас перерыв на минуту. Подготовь рекламу. Я разберусь с этим кретином. И ещё слушай внимательно. Ты услышишь, если они полезут на вышку? Не давай им подняться. Это конец репутации, Дженни. Непрофессионализм. Да это не срать. Всё на своих местах. Уж это должна различать запущенность и индивидуальный подход. Конечно, у Мэган дома хорошо. Но этот сель не видать. Спасибо, Дженни. Как жизнь с бойфрендом? А он ещё не решил сбежать на опасные улицы? Вместо просмотра твоих дурацких мелодрам. Дженни говорит, у тебя прическа дурацкая. Да я её слышу. И она с тобой не разговаривает. Да знаю я, тебя же слышу. Мне посчитать? Начинай. Окей, десять секунд. Блин, вот эти убивашки, это конечно... Не шерсти тогда уж. Самое неприятное, что есть. Пять. Четыре. Три. Добрый вечер, я Джереми Дональдс. А я Мэган Уолл. Главные темы дня. Объебашки. Прошло почти пять недель за дня, когда игрушки Миссис Обнимашка пришли в действие на фабриках по всему миру и начали искать своих мужей. Мистеров Обнимашек, которых мы так опрометчиво уничтожили. И сейчас, судя по этой фотографии, они меняют тактику. Удивительно, но они будто в поддержку традиционных семейных ценностей вооружаются разнообразной домашней утварью. Вот и причина убедиться, что кошачья дверца надежно заколочена. Несмотря на опасные орудия, Миссис Обнимашка ростом не выше колена. А значит, любой молодой и здоровый человек легко с ней справится. Однако она представляет опасность для людей старшего возраста или с хроническими заболеваниями, например, с синдромом смертельного синяка. Сходим с ума? Поскольку батарейки в Миссис Обнимашках совсем не сели, а идет уже 31-й день изоляции, отношения людей по всей стране начинают принимать неожиданный оборот. Появляются сообщения о нетипично экстремальном поведении наших сограждан, идущие со всей страны. И речь не о моделях самолетиков, заполонивших резиденцию Дональдса. Проблему нехватки туалетной бумаги, которая была захвачена Миссис Обнимашками для постройки гигантских ульев, многие взрослые граждане решили по-детски. По крайней мере, они оправдываются так. Старый пес, новые трюки. Известный бронхит Джонни Хемсливс выступил с заявлением, что ждет окончания изоляции, чтобы начать новую карьеру. Конечно, каждый сам решает, как расценивать намеки коллективного бессознательного. Но если этой фотографии, присланной им самим, можно доверять, Джонни сделал интересный выбор в условиях имеющихся ограничений. Объявление было сделано с помощью пьяных криков на соседей со ступенек его главной резиденции. Он без конца повторял, я открою этот сраный цветочный магазин, пока не свалился прямо на улице и не проспался на живой изгородь. Можно мне 12 роз, Джонни? Очертания будущего? Пробыв в собственной изоляции уже более 45 лет, потомки ученых Дэвида Уонга, Ингрид Сворсборген Хоргенсворд и пострадавшего экипажа сегодня смогли отправить сообщения на поверхность, используя флардовые передатчики. Многие Сворсборген Хоргенсвордцы, как они себя называют, недавно привлекли внимание общественности. Они заявляют, что гильветика Сворсборген Уонгенсворд с большей вероятностью переживет мощный удар током. Этот тайм Сворсборген Уонгенсворд – солдат новой римской армии. У врага новое оружие, маленькое, пушистое. Он укорабкается по стенам пещер по ночам, шепчет никому непонятные слова. Слова из верхнего мира, где есть день и ночь. Как они заполучили этих монстров, не знают их много, и они не знают пощады. Мы думаем, что это морские существа, мы их научили нападать на суши. А если они созданы природой, то почему их голоса мерцают красным? Благодарите боков верхние, что вам никогда не доведутся увидеть их под морской мир опасен. Особенно, если у тебя стигматизм. Тяжело найти очкам замену, когда ведешь войну в пещере. Трудно поверить, что они там так давно. Все знают, что под водой время идет иначе, поэтому люди так долго моются. Это так. Каждый скажет, чем глубже ванна, тем быстрее релятивистские силы временной зависимости окажут измеримый эффект на фиксированные параметры вашего окружения. Да, я постоянно это говорю. Ваши документы. С учетом постоянного ужесточения условий изоляции, важность наличия паспорта трудно переоценить, Алекс. Неоднозначная реакция на решение правительства о введении новой статьи. Довольно необычная мера наказания за подделку паспорта ждет виновных в этом новом, но очень серьезном преступлении. Восстановление правительством древнего испытания заварным кремом уже окрестили драконовскими мерами. Как в старые добрые, если всплывешь, то казнят на месте, а утомишь, ну ты точно хорошо будешь смотреться. И Прогресс заявляет. Пока обнимашенный кошмар испытывает правительство странно прочность. Сегодня днем штаб Прогресса выпустил любопытное заявление. В сопроводительном письме нас попросили подчеркнуть, что они внимательно следили за ситуацией, и это искренний ответ людям. Как лицо программы мы многое сделали для политического климата. Но не стоит забывать, то есть сейчас куда важнее погода в вашем доме. Надеюсь, не я одна заполнила эту анкету Джереми, иначе нам всем тут кирды. Давай покажем обращение. Давай покажем обращение. Это, я вот давеча завис со своими чуваками, чтобы выпить пиво. Типа, я же, блядь, премьер-министр. Кто меня остановит? И вообще эти законы не для меня, а для таких ебков, как вы. А вы все только ходите и ноете. Чего это я ничего не делаю? В политике, даже когда лучше всего слать всех нахуй, я считаю, пусть люди видят, что я чем-то занят. Даже если это что-то, полная хуйня из-под коня. Типа, референт. И вообще, я занят. И бухло мне в этом деле очень помогает. Оно не дает мне думать о лишнем. Типа, почему жена ушла от меня? Или почему вы не выполняете элементарных, блядь, инструкций? Мне как изъебнуться-то надо, чтобы меня поняли. Мне что, надо скакать, сука, там и тут, на белом коне, и потрошить этих розовых говнюков пиздохуительно огромным мечом, что ли? Ой-ой-ой. Сидите по домам. Чё-то я как-то пропустил этот момент. Чё, нету его? Ну, не знаю, возьмите ножницы и воткните фотку тёщи, которая висит в зале. И на мелкие кусочки её. Это охуенное веселье на все выходные и пиздец в вашей семейной жизни. Или найдите хобби. Долбаните себя шокером. Или мастурбация, это, типа, модно. А если у вас аж зудит, как хочется выйти, то, не знаю, возьмите молоток и приколотите ваши ёбаные ноги к полу. И потом начните собирать то фото. И ваш ёбаный брак тоже. Странные вещи. Далее в выпуске Джереми отправят на разведку Патрика Беннона. А я же выслушаю глубоко противоречивые мнения уже знакомых лиц. А затем в третьем блоке программы. Видимо, потому что редактор тоже работает из дома. Вас ждёт чёртова викторина. Жду не дождусь. Не надо так. А через минуту я и Джереми Хмурсон узнаем у скандально известной Софии Риммингтон, что же пошло не так. А астро-психолог доктор Деля Лайвул присоединится к нам, чтобы подарить немного ложных надежд. Может она скажет, как ты умрёшь, Джереми. Поздно. И уже пару месяцев как мёртв внутри. Всё это сегодня в наших вечерних новостях. Сейчас если мне ещё подрубят изменение сигналов, блин, я охренею. Поездка дня. Как так вышло? Что будет дальше? И главный вопрос. Кого винить? На связи из своей виллы на острове Сан-Пальмарина босс и светская львица София Риммингтон. Спасибо, что позвали, Меган. Стрижка, отпад подруга, да. И из лаборатории кристаллотерапии, что похоже на гараж в нижнем верхнем тоне, вроде бы как бы доктор. Делия Лайвул. Спасибо, что пригласили нас в своё шоу. Нас? Тихо. Мисс Риммингтон, ваши игрушки крушат развитые страны. Ваша компания стоит меньше моей годовой зарплаты. Ваш президент недавно назвал вас позором наций. А вас это совсем не волнует? Солнце, ты такой милый, когда злишься. Вы, ребята, такие душные со своим узким мышлением. Не видите полной картины. А как же она выглядит? Она выглядит как флитивая батарейка. Наши игрушки бесперебойно работают уже 71 день и не тормозят ни при каких условиях. Представьте, какое нас ждёт будущее. Оно не наступит, потому что мы не знаем, когда кончится изоляция. Неужели вы думаете, Риммингтон Свист сможет выжить? Плитивые батарейки изменят абсолютно всё. Каратышка. Они обеспечат питание всему транспорту, портативность, всей техники. Чёрт, мы можем даже отправиться в космос. Но как вы их делаете, когда все сидят по домам? О, об этом не обеспокойтесь. Благодаря работе тысяч маленьких ручек они уже сыпятся через край конвейера. Лучшее время для Риммингтон Свист. Но если у вас будущее... Маленьких ручек типа... Прошу прощения, здравствуйте. Да, это наша профессиональная область. Детский труд? Что, мировая экономика? Будущее, мистер Дональдсон. Все мы с ним связаны. Ну окей, я куплюсь, почему нет? Больше же нечем заняться. Ну что ж, что же в ваших научных изысканиях вы узнали о будущем Софии Риммингтон? Доктор. Мы видим ее на балконе. Чужеродная земля, но родная страна. Время пройдет. Потрясающе. Да не то слово. Женой, Делия, ты чудо. Ты должна прилететь к нам и проделать тут этот фокус. Тебя полюбят. Но, к несчастью, все полеты отменены из-за ваших смертоносных пушистых игрушек-убийц. Не все, сладкий. Ди, позвони мне. Ты тоже, Мэгги. Вместе веселей. И купальники возьмите. Мисс Риммингтон, вы, кажется, полностью игнорируете всю серьезность ситуации. Вы возьмете хоть каплю ответственности за этот мировой кризис. Тише. Это ловушка. Это не ловушка. Зачем вы ей помогаете? Она веселая. Охуенно веселая. Пожалуйста, ответьте мне, мисс Риммингтон. А, то есть это не цензурится, да? Разве флитивой батарейки не самое поразительное изобретение в мире? Возможно, да. Хотя, ну, кого я обманываю? Определенно, да. Но вечен ли их заряд? Увы, нет. Однажды в 7 месяц обнимашки сделают стоп. Это будет настоящее чудо. И тогда мы все вернемся к старой традиции покупать вещи. Это надо, потому что мы потеряли дохуя денег. Кроме губок. Их мы продаем ебать. Да в смысле? Там такая маленькая... Да и... Может быть вы знаете, когда или как все закончится? Ну, это же не точная наука. Кипец просто. Но наши чувства говорят, что день придет. И в небе будут облака. Трава будет сочной и зеленой. Птицы запоют на рассвете. И в тот день мы снова выйдем наружу. Звучит успокаивающе. Да это может быть любой день. Надеемся, что скоро. Облака, трава, птицы. Это буквально каждый день. Надеюсь, не очень скоро. Я хочу, чтобы мы продержали 100 дней. Это хорошо звучит в рекламе. К тому же, сними изоляцию. И дети снова будут работать только по 8 часов. Тогда попросим у просвещен 100 дней. Точно, детский труд. Может, давайте нет? Выпьем за это. Держитесь и веселитесь. София Риммингтон, доктор Делия Лавил. Спасибо, что были с нами. После перерыва мы свяжемся с регионами. И узнаем, что же там происходит. Оставайтесь с нами. Мы вернемся после перекуса. Да она же ебнутая в край. Ой-ой-ой. Я с ней очень весело на вечеринке. Ну вот и работай на нее. Да боже, спасибо. Я рекламу не включил. Капец, я отвлекаюсь ее. Капец, я отвлекаюсь, конечно. Вы получите новую незабываемую производственную травму. От стандартных спотыканий и падений до грубой халатности. Эй, дружище, это Дэйв. Ни за что не угадаешь. Я возвращаюсь назад. Слушай, я перезвоню тебя в следующем перерыве, и мы поговорим, как мне вернуться на работу. Покеда, Алекс. Увидимся. В общем, изменения присутствуют, но не такие прям капитальные. Я имею в сюжете в каких-то этих сюжетных ходах. Куклы раздражают, вот что единственное. Ага. Так, на меня. И пять, четыре, три. И с вами снова вечерние новости. Я Мэган Бдул. Пришло время отправиться в путешествие по стране и узнать мнение о влиянии изоляции у старых знакомых. В гостях известная ученая Кэти Брайтман и автор книги «Алан Джеймс. Шкаф. Алан Джеймс». Спасибо, что пришли. Всегда с удовольствием, Мэган. Спасибо, Мэган. Рад снова увидеться, Кэти. Мне понравилась наша жаркая дискуссия. Не могу сказать так же. Итак, Кэти, как ваше самочувствие? Справляюсь, как могу. Приказ об изоляции вышел внезапно, и я, как и многие, не попала домой. Нет. Что случилось? Я жила в отеле во время международной конференции, и ночка выдалась. А еще, вы же знаете этих экономистов? Они не любят платить за себя. В общем, они любят платить за себя. Ой, блин. Видите, так и застряла здесь. Но есть и те, кому повезло куда меньше, чем мне. Вот именно. Мой тур отложили на неопределенный срок. Мне пришлось вернуть деньги за билеты. Даже за самые дешевые. О, мне жаль это слышать. Ага. Людям так и хочется поскандалить. Им не ясно, что я уже все потратил запаса мяса в домике на пляже. Еще одна несчастная жертва кризиса. Так что я просто напоминаю, что моя книга «Алан Джеймс. Враг» теперь доступна в мягкой обложке. Потрясающе. Чего-чего? Ты. Ты потрясающий. Так, Кэти, как по-вашему это скажется на экономике, стоит ли волноваться? Стоит, Меган. Не хочу нагнетать, но последствия будут ужасны. Процент безработицы взлетел. И будет чудом, если большинство предприятий не закроются. Ну вот опять. Раздуваешь панику. Толбыча новую либеральную ложь. Это-то им и нужно. Чтобы мы замолчали. Тссс. Заставить подчиняться. И сопереть нас по домам. Ложь? Как ты можешь так говорить, Аллан? Ну, я не видел ни одной этой так называемой игрушки. А ты... Ну, нет, но... А ты знала, что обычные игрушки убивают три тысячи людей каждый год? А это куча народа. И здесь так же. Вас с той же вероятностью прибьёт йо-йо или теннисной ракеткой. А это звучит довольно убедительно, Кэти. Только не слушай её, Кэти. СМИ и враги истины. Да она тебя поддержала, Аллан. Тупой ты говнюк. Ну, значит, это я не прав. Аллан, вы что, отказываетесь от своего заявления, что эти игрушки не опасны? Люди говорят, что это обычные игрушки. А это абсолютная неправда. Продажные СМИ врут. Кэти, что вы скажете в ответ на слова Аллана, что миссис обнимашка всё же может быть опасна? Видимо, полагаю, я с ним соглашусь. Спасибо, Кэти. Я ценю твою поддержку. Говорят, что вопрос с миссис обнимашкой постепенно решится сам собой. Но это не так. А сэндвич? Да, абсолютно верно. Нам нужны решительные действия нашего правительства. Нам необходима финансовая поддержка для защиты работников и предприятий, а также социально незащищённых и… Раскается. Ты права, Кэти. Мы сами навлекли это на себя, привыкнув к такой роскости, как торты, искусство и медицина. Нужно действовать немедленно и принести в жертву первенцев или, в крайнем случае, любимых питомцев. Разумеется, Аллан. Если мы выступим как единая общность и проведём ритуал, мы сможем задобрить великого древнего. Мы сможем задобрить великого древнего. Кэти, а может ли стать хуже? К счастью, эти несколько лет у власти Прогресс мощно финансировал систему здравоохранения, так что она с легкостью выдержит нагрузку. Разве, к счастью, повелители Лам выпустили стаю рукотворных монстров на свой народ, чтобы скрыть чужого среди своих? Можешь ты заткнуться на 5 ёбаных секунд! Великий союз рыболюдей собирает армию, чтобы… Э-э-э... Для… Собирает армию, чтобы похитить… Э-э-э-э… м-м-м-м-м-м-м Ме… м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м… Это ты. Так ты звучишь. Но. Я. Но. 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 Ну нет, мои слова не так звучат. Точно так. Именно так, Аллан. Так это и звучит. И вот почему у тебя нет друзей. У меня куча друзей. Да нет у тебя. Я думаю, что нет, Аллан. Да, хватит врать, Аллан. Я не вру, вы врёте. Очень зрело. Я не вру, вы врёте. Очень зрело. Но. Я буду жаловаться. Аллан Джеймс. Кэти Брайтман. Спасибо, что пришли. Достойная пища для размышлений от ведущих умов науки. И через мгновение я передам слово Джереми, который поделится сводками самых свежих данных о состоянии нашей страны. Тебе слово, Джереми. Благодарю. Уверен, это был аргументированный диалог, крайне ценный для общественной дискуссии. Далее с улиц города тот, кто всегда находится там. Патрик Беннон. Вы с нами, Патрик? О, привет, Джереми. А, это та хрень в ванной, да? Привет, я с вами в прямом эфире. И прошу прощения за качество сегодняшнего эфира. Я не нашёл оператора или операторки, кто вышел бы со мной наружу. Так что я здесь совсем один. Понятно. Можете описать, как там снаружи? Да, могу. Это, как видно на фоне позади меня, улицы совершенно пусты. И мне интересно, как долго это ещё будет. В смысле, может ли поджидать опасность за углом, которая завершит зарождающуюся карьеру молодого журналиста до того, как он раскроет свой выдающийся потенциал. Вдруг он умрёт? Недооценённый руководством, если вам интересно моё мнение, очень обижены жалованиями. Я думаю, такой опасности нет, Патрик. А что это у вас там на пиджаке? Вообще-то, это губка. Я изготовил антиобнимашечный пиджак, Джереми. Руководство канала не обеспечило меня средствами защиты, и пришлось импровизировать. Я проявил находчивость, а это делает меня идеальным кандидатом, но не знаю, на должность ведущего, например, готов хоть сейчас. Ну, Патрик, это ваше мнение. Итак, насколько же на улицах безопасно? Не-не-не, Джереми, совсем не безопасно. Я бы советовал оставаться дома, следовать рекомендациям правительства и не подвергать свою жизнь опасности, разве что ради важнейшей миссии сенсационной журналистики. А где вы конкретно, Патрик? Я в улице... на улице. Какой улице? Вас плохо слышно, Джереми. Очень плохо. Улица? На какой улице вы находитесь? На какой я улице? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. О боже, я пытаюсь найти указатель. Я на... А вот он. А-Б-Б-Б... Б-Б-Б... Б-Б... Бенон на виню. Б-Б-Б... Беннон на виню. Да. Беннон Авеню. Теперь слышно вас. Да, я на Беннон Авеню. Так на знаке написано. Как Патрик Беннон. Ой, да, это и правда. Это странный знак. Не знаю, почему так. Где вы на самом деле? Я на Беннон... Ой, ладно, я не на Беннон Авеню. Дома я, если честно. Ну, хорошо, технически я в ванной. Но послушайте, я не смог себя заставить. Там все очень плохо. Я не хочу выходить. Они повсюду. Простите, что соврал. Мы ничего другого и не ожидали, Патрик. Вы это слышите? Что за черт? Да, я слышу. Я не эксперт, Патрик. Но кажется, это не что иное, как стук крошечного кулачка в вашу дверь. Блядь, и правда. Вот, блядь. Церами, черт, и правда. Вот же застанцы. Может, их там целая толпа. Крошечные кулачки. К каждому из которых разнообразная домашняя утварь, которой за лошадь размажат голову наглому репортеру. Ты же врешь, да? Вот, черт. Блядь, блядь. Ну-ка, слушайте. Слушайте, сюда, ублюдки. Если вы там, то... Пошли нахер, мелкие ебаные ебокряжки. Я слишком талантлив, чтобы умереть. О, что там? Ебаный ж ты. Ну, акуй, я вам там. Окей. Окей. Не волнуйся, патрик. У тебя есть еще пара секунд, пока они не ворвались и тебя не убили. Блядь. Блядь, 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 сука, тренинг. Жили больше нет. Боже, боже, я их вижу, жарли. Я их вижу. Что вы видите, патрик? Патрик, спасибо за сообщение о состоянии страны. И что важнее, за вашу работу. Вы на своем месте. Подошло время перерыва, но по возвращению мы надеемся немного вас отвлечь. И, может быть, даже заставить вас улыбнуться. Ждем вас. Не переключайте. А я-то думал, где Патрик Беннон? Ну, а кто еще? Заказал заставку. А его зарызали. На Беннона венес. У вас на экране информационное видео, канал... Эй, дружище! Это Дэйв. Тут все плохо. Не могу вернуться. Хотя лучше, чем у тебя. Кажется, одна залезла в студию. Просто ударит по башке, если полезет. Здесь тоже... Да, они все радужно. Они влезли на корабль. Капитана убили. И Кока тоже. Что печальнее. И... И Ром кончился. Не думаю, что успею протрезветь. Или допыть до материка. Будь и у меня, жена, я бы попросил тебя. Передать ей, что я ее люблю, но... Если честно, я прострял свою жизнь. Ну, я хотя бы не заперти. Успокойтесь ради бога. Паника делает вас непродуктивными. А это заставляет Боузмана грустить. Защищайте студийное оборудование любой ценой. Работников у нас сотни. А вот финансирование не бесконечно. Опа. Что-то интересное. Ценность нашей собственности выше ценности ваших жизней. Если вы работаете из дома, пожалуйста, воздержитесь от встреч в туалете. Даже если вы там не по назначению, мы все еще слышим отчетливое эхо. Напоминаю, дресс-код все еще обязателен. Я услышу шорох галстука в рубашку, как крик ребенка, застрявшего в пылесосе. Я не собираюсь. И, наконец, помните, люди напуганы. Им нужна информация. Они проводят что угодно. Так что не будем тратить время на перепроверку и профессиональную этику. Наш ждет большой денежный пирог, и папочка хочет кусочек. Нет, а пять, четыре, три. В общем, добрый вечер. Мы знаем, изоляция это непросто. Поэтому подготовили нечто особенное. Ой, это кукла, блин. Сейчас будет меня бесить. Вещая полную чушь, не наша работа. Другие, более важные люди. Тем иначе. Пришло время решить, кто получит титул вечерней четкости, А кто утонет в вечерней пропасти. Так, давайте сыграем. Сегодня со мной тот, кто знает о выиграх все. Это Томми Харрис. Привет, Томми. Здоров, Джонни. Рад тебя видеть. Ну и как же тебе живется в изоляции, Томми? Какой изоляции? Принудительной изоляции всех граждан в стране. А, да. Что-то я об этом слышал. Да. Ты в кровати, Томми. Да, я тут дремал, так что... Ну, конечно, моя вина. Ну, так что, может, ты расскажешь нам правила игры? Ну, они довольно простые, Джереми. Я задам участникам из разных уголков страны три вопроса. О чем бы ты думал? О себе любимом. И эти люди поборются за шанс выиграть очень особенный приз. И за что же они сражаются, Томми? Барабанная дробь? Барабанная дробь? Джереми! Спасибо. За это! Это... Это что такое? Это мой паковый бандаж, Джереми. Я даже подписал его, так что... О, ладно, тогда это отличный приз. Наверняка уже есть желающие выиграть этот уникальнейший приз, Джерри Джимми. Эм, кажется, у нас на линии Энджи. Эм, что, хочешь выиграть его старые штанишки, Энджи? Как никогда в жизни, Джереми. И я хотела сказать, что люблю вас. У вас обоих. Ну, ты это уже сказала, не так ли? О, Энджи. А я люблю тебя. В своем роде. Расскажи нам о себе, Энджи. Что же мне сказать? Меня зовут Энджи. Всегда звали. Я женская особь. И мой уровень гигиены РТА описывали как приемлемый. Просто восхитительно. Ну что же, начнем вершить наш беспредел. Конечно, Джон. Давай таймер на 30 секунд, пожалуйста. У нас нет таймера. Вообще, я просил таймер. Ну, давайте вы сейчас начнете. Эм, а я остановлю вас, когда станет совсем невозможно смотреть. Отлично. Начинаем. И мы... Погнали. Вопрос первый. Когда мой день рождения? 13 августа в 7.19 утра. Это абсолютно верно. Вопрос второй. Какой мой любимый цвет? Цвет ореховой пасты. Отлично. Цвет моих сосков. И, наконец, милая Энджи, мой зодиакальный знак. Вопрос с подвохом. Ты был рожден вне человеческого понимания космоса. Это невероятно. Все верно. Таймер стоп. А это правда тяжело смотреть. Как она справилась, Томми? Что ж, Энджи, дорогая, ты ответила правильно на все вопросы. Но это значит, что ты проиграла и не получишь ничего. Спасибо за участие, Энджи. Пока. У нас есть еще участники на связи, Желейка. А вот и она. Ее зовут Соня Артлич. Вы здесь, Соня? Конечно, здесь, Джейми, дорогой. Спасибо, что играешь с нами, Соня. О, вот и ты, Томми. Дай угадаю. Ты в театре работаешь, так? Это так заметно. А что меня выдало? Мое очарование или осанка? Что угодно, кроме врожденной скромности. Ой-ой-ой. Только ради соблюдения формальности. Опять стройка перепутал. Я работаю с театральным агентом. Среди моих подопечных Руди Качковский, Сэмюэл Кофедай, Джоди Тостер и другие. И как же изменилась твоя жизнь в изоляции, Соня? Ну что ж, театры закрыты, студии не работают, двери в кинотеатры заколотили, но меня так просто не возьмешь. А как ты живешь, когда нет работы? Дело в том, что в моих контрактах есть хитрый пункт, позволяющий мне получать 15% от выплат безработным актерам. Вау, это очень хитро. Ничего сверхъестественного. А можно узнать, где ты сейчас находишься? Ну, я работаю из дома, чтобы снизить расходы. А, Майя, это кто? О, что ж, знаете, когда выпустили приказ, я была на встрече с клиентом, так что мы изолируемся вместе. Ёб твою мать! Да ну ебучий случай! Это Томми Харрис? Я большой фанат. Я всегда хотел сказать, какой ты красавчик! Вообще-то, Джефф, мы хотели сыграть в игру. Не-не-не, времени у нас вагон. Может, это перебор? Но я думаю, что я люблю вас, мистер Харрис. Да не, не перебор. Все хорошо, не волнуйся. Эй, я хотел бы показать вам кое-что. Я тут разрабатывал кое-какую херню. Ну, по крайней мере, мы и предупреждены. Во время изоляции мы обсуждали некоторые идеи Джеффа для детей младшего возраста, так? Тебя что, все еще подпускают к детям? О, да, все так. Я тут размышлял о всяких сюжетах для маленьких детей. Он же этот, по-моему, математик или кто там был. Что ж, мы хотим послушать. Да, Джефф был? Прямо не терпится. Да, в общем, от чего без ума дети? От своевременных выплат алиментов, бросившими их отцами? А может, от тупых музыкальных номеров? Правильно, от животных. Я хочу донести до детей то, что им нужно знать, но через те штуки, которые они могут понять. Вы меня понимаете? Кажется, да. Похоже на то. Джефф мой лучший клиент. Да, да. Это так. Так. Первый сюжет, что мы продумали, называется Король джунглей ипотечных выплат. Это история про льва, у которого проблемы с процентами. Так, а посредник у него есть? Ну да, конечно, есть. И он дикобраз. Ну, конечно. А как ты догадался? Твои идеи универсальны, милые. Они находят отмены. Я тебе кое-что скажу, дружище. Ты придумал что-то дельное. Ой, а медведь, медведь, расскажи. Да, 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 конечно. Это намного круче. И главный герой этой истории – мистер медведь. Мистер медведь – очень грустный мишка. Потому что другие мишки говорят, что он ничего не добьется, и что его пьесы скучны и вторичны. Да, и здесь есть смысл. Мистер медведь – трагическая фигура. Представьте себе, он совсем без сил. Вокруг деревья. И он даже не может поймать лосося, правда? Нет. Но потом он встречает того, кто изменит его жизнь навсегда. Это, блядь, цепляет. Точно так. Он встречает мудрого, старого осьминога, который берет его под свое крыло и говорит, «Нет, мистер медведь, ну не грусти. Ты не похож на других мишек. У тебя есть амбиции. У тебя есть мечты. Охуенные мечты. Мне кажется, я люблю тебя, Джек. Эй, медведь, тебе нужно. Говорит осьминог, взмахнув восемью щупальцами или типа того. Тебе, чтобы найти счастье в этом сумасшедшем старом лесу. Блин. Нужно ставить перед собой более достижимые цели. Название «Мистер Медведь снижает ожидания». Мам, ты и правда достиг новых глубин. А что дети должны из этого извлечь? Ну, бля, сука, бля. Чего? Я сказал «реалистичный взгляд на жизнь». Ты в порядке, Джамбери? Я Джеффри. Меня зовут Джеффри Доннингтон. Стоянка. А чем кончается? Мы должны знать концовку. В итоге все животные узнают немного больше о своей неизбежной заурядности. А «Мистер Медведь» селится в берлоге недалеко от родителей, перестает мечтать о музыкальной группе и работает в колл-центе. И становится учителем «Медвежьей алгебры». А концовка? Ох-ох-ох! Это реально масштабный музыкальный номер! Еще и с танцем! Э-э-э, он очень однотипный, запоминается быстро и совсем несложный. Э-э, слушайте, если хотите, я схожу зубом бокса. Давай, знаете, секунду, а можно вернуть Энджи? Почему нет? Вместе веселее, как говорят на оргиях. Я пока заполню паузу, да? Через минуту мировая премьера, которую никто не ожидал. Свет! И не просил. Совсем. Ладно. Заранее извиняюсь за то, что нам придется... Так. ...испытаться. Да включайся ты, говнохерь. А, вот. Вот на веселой ферме животные живут. Вот старый мудрый осьминог чищу пальца, как кной. Вот мистер бык и мистер свинь друг друга веселят. Но скоро их нарежут, фарш зажарят и съедят. Эй, медведь, что х** горой? Ай-яй-яй. Два, три, четыре. Там все надежды обратятся в тлен и боль. Эй, медведь, если где просвет, нет его не будет и нет. Вот мистер енот ждал в космос полет. Но скоро он автобус в школу поведет. Мистер Дикобрас читал бы новости для нас. Но будет он уборщиком, что чистит унитаз. Мистер Хряк хотел шикарный особняк. Но живет теперь в однушке над ночлежкою бродяг. Мистер Кот думал уйти в большой спорт. Но заменил молоко на вино и ждет его развод. Эй, медведь, что ждет впереди? Только беды и тоска на жизненном пути. Эй, медведь, что ты видишь тут? Тут твои надежды и умрут. Понись-ка, ты ожиданья. Может быть, тебя возьмут в продажи за старанье. Как сильно не пытайся, не будешь в лиге наций. Тебя лишь ждет рутина торговых операций. Понись-ка, ты ожиданья. Ты не выиграл, Оскар, так не жди рукоплесканья. В будущем не сбудутся все твои желания. Никакие мечты и иллюзии не спасут от самокопанья. Эй, медведь, что увидел он? Это лишь бродяга, что мечтал про миллион. Эй, медведь, есть нигде просвет. Нет, его не будет и нет. Эй, медведь, что там впереди? Это лишь отчаяние на жизненном пути. Эй, медведь, что ты видишь тут? Тут твои надежды и умрут. Все твои надежды и умрут. Да, все надежды и умрут. Что ж, это было необычно. Спасибо нашим гостям. Хотя бы ни Машек не было в этот момент. Но перед тем, как попрощаться, да, думаю, у меня есть время прочесть стихотворение от нашей зрительницы. Оно называется «Меня не любят дома» и было прислано нам Сьюзи Уинстон. Спасибо, Сьюзи. Меня не любят дома. И жизнь моя дерьмо. Надеюсь, Крис вернется и начистит им лицо. Родители считают, что брат мой идиот. Что если его выпустить, на школу он забьет. Что взять с них? Лицемеры. Придирок был вагон. Но Крис в бегах. И эти вот нарушили закон. Однако им не страшно, раскаяния и нет. Двойные, блядь, стандарты. Дай пачку сигарет. Я с вами, как в тюряге. Хотелось мне бежать. Придумала поездки план, готова воплощать. Продумала до мелочей и в список все внесла. И до Христова Рождества я дотерпеть смогла. Спросила осторожно. Послали все равно. Ведь нас не любят дома. А значит дом – говно. Меня не любят дома. И может, дура я, но чувствую, родитель мой, он та еще свинья. Сильно сказано. И я напоминаю вам авторство Сьюзи Уинстон. Так что это про тебя, Алекс, да? Ну, на сегодня это все. Я Меган Уолф. Бесполезной вам ночи. Эй, круто было, да? Дженни, я отвечаю, блеск. О, ща курну, рюмашку намахну и полечу домой спать. Все, молчок, молчок. Эй. Аликс, очнись, Аликс, просыпайся. Ау, ну же. Давай, Аликс, очнись. Да, да. Эй. Аликс. Очнись. Кринжи. Вот эти мне изоляции не нравятся. Из-за этого кринжа. Ну ладно, ничего не поделаешь. Там немножко... Цензуры пропустили. Поздно включил одну рекламу. А почему мне интересно? Это минус. Вот это хороший вопрос. Это конец репутации, Дженни. Непрофессионализм. Да это не срай. Все на своих местах. Уж ты должна различать запущенность и индивидуальный пот. Вообще не надо мне тормозить. Конечно, что у Мэгган дома хорошо. Но этот сень не дать. Спасибо, Дженни. Как жизнь с бойфрендом? А он еще не решил бежать на опасные улицы? Вместо посмотра твоих дурацких мелодрам. Дженни говорит, у тебя прическа дурацкая. Да, я ее слышу. И она с тобой не разговаривает. Да знаю я, я же слышу. Мне посчитать? Начинай. Окей, 10 секунд. Всем непуха. Не шерсти тогда уж. Пять. Четыре. Три. Кошмар. Вообще ни разу не тормозит. Типа, да? Надо было записывать не для эфира. На новом железе, конечно. Но скачивать игру там и переносить сохранение, это немножко муторно. Поэтому, пожалуй, здесь дострадаем, а потом будем, чуть ли не в 4К, смотреть, играть в другие игры. Здесь надо просто домучиться. Далее в выпуске Джереми отправит на разведку Патрика Бэннона. А я же выслушаюшую глубоко противоречивые мнения уже знакомых лиц. А затем в третьем блоке программ. Видимо, потому что редактор тоже работает из дома. Капец, вообще тормозит жесть. Как так-то? Дома. Вас ждет чертова Викарина. Жду и дождусь. Не надо так. А через минуту я и Джереми Хмурсон узнаем ускоскодальной известности с Фиммингтона, что же пошло не так. Астропсихолог доктор Делли Лайвелл присоединится к нам, чтобы подарить немного ложных надежд. Может, она скажет, как ты умрешь, Джереми. Поздно, поздно. Уже пару месяцев, как мертв внутри. Все это сегодня в наших вечерних новостях. Блядь! Что? Ее тут нет. Может, она напудрит носик или типа того. Да, но только чем? София в порядке. А, она уже София? Да, мы были на вечеринке у нее на яхте. Лучше б я был на яхте. Дженни говорит, что да, тут она с тобой согласна. Да знаю, я же слышу ее! Тихо, выходим с перерыва. Я бы посчитаю. Ну где ее носит? Четыре, три. Повестка дня. Как так вышло? Что будет дальше? И главный вопрос, кого винить? На связи из своей виллы на острове Сан-Польмарина, босс и светская львица София Риммингтон. Спасибо, что позвали, Меган. Стрижка от папа-друга, да? Жесть. То есть, что не загрузи. То есть, что не загрузи, будет везде тормозить. Правильно я понимаю? Тогда, наверное... Комнату отснятого материала... Я пока заполню паузу, не буду. Через минуту... Не буду комнату транслировать отснятого. Будем просто играть в сюжет. И проходить по... По сюжету с выбором. Продолжение следует... Нередо срыв на работе, видимо, у него был. Так как семью мы здесь выбрали особо не общаться, поэтому... Продолжение следует... Уб orы на работе, видимо... Через минут', вер beat Be ma egзом. Дальше жеркар Kelохуот, я-дальше жеркарня же... В实 Субтитры сделал DimaTorzok Ну боже мой, хоть о нас позаботился Хотя мы его особо-то поддерживать и не собираемся, если шо Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот спекли мамку в дом престарелых а-ля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спортборд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И Джереми Дональдс Субтитры сделал DimaTorzok 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 Блин, а перебой надо было хорошо высказаться. Сегодня отправили на поверхность совместные заявления с просьбой срочно доставить им припасы. После того, как группа разбилась на два лагеря, положение экспедиции стало еще более незавидным. Да, им явно не помешают припасы, Джереми. Или посредник для переговоров. Но если эти двое сами не могут между собой договориться, как мы должны относиться к снабжению их необходимыми ресурсами? Патрик Беннон на связи. Как считаете, нужно ли отправить припасы? Да ни хуя! Пусть грохнут друг друга! Может что-то дойдет! До моих детей дошло! До моих детей дошло! Ваши документы! Сегодня, наконец, начался прием заявок на получение карточек членов команды. Проекты правительства, призванного облегчить доступ к ежедневно пополняющемуся перечню госуслуг. Получение карт добровольное, но они будут расцениваться как документы, подтверждающие личность. Об этом уже заявили представители полиции, банков и, самое главное, бабов и баров. И все это бесплатно, Джереми. Просто какая-то сказка. Ты всегда был циником. Куда важнее, что вы, наши телезрители, думаете о картах членов команды. Карты членов команды. Дегидрить, конечно же, нет. Это же все только начало, да, Эрис? Сначала предъявите ваши документы сам. Потом будет прилягтика на стол, сэр. Пока сержант вечерняя школа и контебль глухая деревня не засунут вам дубинку прямо в дымоход. Ух ты как. Называйте все как есть. Это гребаные паспорта. Ну, я... О, господи, да что ж ты лезешь, Эрис? Я очень несчастна, Элджернон. Я очень несчастна, Элджернон. Вот тина. И напоследок, снова штрафная. Бессовестные попытки обогатиться за счет дурной репутации. Скандальная звезда Джонни Хэмсливс сегодня на пресс-конференции объявила о выпуске собственной марки Элля. Новое пиво, получившее название Хоба, в честь скандалов, в которых он оказался замешан, обещает веселье, о котором вы не будете жалеть. Ну, или веселье, которое вы не будете помнить. А что вы думаете об этой попытке Джонни заработать на своей репутации? А, помню. Позднее мы немного отойдем от нашей стандартной программы и Джерри проверит, насколько популярный репет Джей ЗАЗ отвечает за базар. А после в гостях трупа новой пьесы, о которой еще до выхода говорили все театральные критики. Все это вас ждут. Про того чела с пивом. В наших вечерних новостях. Где он этот, оплевался там вот это все. А теперь он на этом решил заработать. Что-то я не понял, я сложность повысил, что ли, или что происходит? Что-то как-то сложнее играться стало. И для начала вернемся к главной теме дня. Популярность прогресса начинает меркнуть. И конкретно букетный период уже на исходе. Вечерние новости организовали телемост, чтобы вы услышали мнение о санкциях со всего континента. Разбираться в непростой ситуации вместе с нами будет премьер-министр Питер Клемент из дома в Ланфордшире. Я здесь, Джереми. Представитель Иркестана Иван Водович. Очень рад. Мисс Вульф, вы как самый... Я в Сен-Ландии. Министр Моджо. Бьер. Привет, ребята. Министр Водович, ваша страна особенно активно настаивала на санкциях. Не сожалеете? Жалею только, что не видел лицо моего старого друга Питера Клемента, когда объявили результаты голосования. Как грится, опрокинем не чпокайся. Мы в Сен-Ландии не злорадствуем вообще-то, потому что это очень некрасиво и опасно для мелких зверушек. Ай, да не волнуйтесь, министр, я с Иваном давно знаком. Это у него такой говённый деловой стиль. Питер. Вечно хочет меня из себя вывезти. Ты как тот мужик, что грузит диссидентов в товарняк на этап. Но не от патриотизма, а потому что комплексует от того, что мелкий пенис. Ты уже под водочкой, Иван. Не больше тебя. В день выборов у тебя рот был как у того мужика, который поёт серенады. А на деле пищит, как свиноматка, которую ел дищем, пялит колхозник. Вообще-то мы с Вен-Ландсом не думаем про размер. Для нас важна страсть, с которой мы защищали страну мистера Клемента на мировом совете. О, да, как славно. А где же вы были, когда голосование началось, а? Пальцы себе совали во фьорды. Вообще-то это типа расизм. И чтоб вы знали, у меня был тяжёлый день, и весь язык теперь говорит вообще-то. Премьер-министр, популярность прогресса падает. Так, слушай, знаешь, ты не обязан это каждую секунду упоминать, да? Ха, Питер, как тот мужик, что нюхает цветы на красивой поляне. А на самом деле стоит под сливом говнокомбината. Когда говно сливают? В день праздника говна в колхозе. Я ему это на девятнадцатой лунке говорю. Министр Логович считает, что независимые люди всегда становятся эгоистичными. Это животная природа. Однако, в этой стране мы считаем, что наши соотечественники больны, чем животные. Это жалкий идеализм. Министр Бьорк, культура Свинландии кардинально отличается от остальных, но при этом мы мирно сосуществуем. Как вы думаете, почему это так? Ну, знаете, я думаю, что для остального мира. Мы пример духовного просветления, да? К которому надо стремиться. Ага, или дело в домах для ураги. Ну, иногда, когда приезжают высокие иностранные гости, да? Они очень скептичны, типа, вообще-то, да. Но мы их отводим в район Донген-Донген-Донген-Донген-Донген. И там, типа, показываем, как живет прогрессивное просвещенное общество, да? Да хер там плыл. Свинландия как та баба, которая думает, что лучше всех на колхозе пироги печет. А потом разрезает его, а внутри только сань да срань. Ээээ... я... это... это просто мерзко, вообще-то. Свинландия мелкая недострана, в которой людей меньше, чем тех, в кого Питер Клемен совал свой мелкий вялый пенис. Но вообще-то дело не в размере. А, так же Питер Клемен говорит. Я говорю про размер населения. А я говорю про Питера Клемента и его мелкий вялый... Ой, так ебись ты уже, Иван! Премьер-министр, пожалуйста. Сидишь на своей куче денег, гогочишь и думаешь, что так и надо. Ты говённый лидер. Ужасно хуёвый гольфист. И если честно, как однажды сказала моя мама, пизда же ж ты ушастая. Премьер-министр, стоп. Нет, ты пизда. Министр Водович, спокойно. Да у тебя же все люди голодные сидят, мужик. Ну вот посмотрим, что твои-то будут жрать, когда санкции начнут кусаться. Ты думаешь, что ты как тот большой и страшный волк. Задираешь колхозниц. А на деле ты жалкий гусь просто, ищущий в грязи отпавший мелкий пенис. А чего тебе мелкие елдочки покоят-то не дают, я понять не могу. А в Сфенландии мы считаем, что размер пениса не так важен, как заключённая в нём любовь, да? Ой, пошёл нахуй, бьёшь. Окей, давайте все немного тише. Вечно вы делаешься на гольфе, как тот мужик, что выеб свинью, а она ему потом родила красавицу-дочку. Ха, но теперь-то ты начал смекать, да? Народ всегда недоволен, им всегда мало. Это истинная правда. Поддержка прогресса начинает... Да, блядь, падать она начинает. Давай, скажи это снова, ты уже заебал. Может нам... А знаете что? Нет, нахуй, всё, хватит с меня, нахуй. Премьер-министр, нет, подождите, уходите. Нет, нет, подождите. Ты меня достал уже, мистер Джереми Дональдсов, и твои ехидные замечания. Ты что, думаешь, ты бы лучше нас всё сделал, а? Потому что это нихуяшеньке нелегко, уж поверь. И канал ваш стыдобище ебучее. Подтасовывайте, мухлюйте фактами, заголовки эти свои такие делайте, чтобы люди сомневались в нас. И чем живее мы вас, сволочей оголтелых, отдадим в госсобственность, тем лучше будет всем. Что ж, у нас осталось немного времени до рекламы. Так, стоп, я, я, извините, за вспыльчивость мы сможем. Джулия, у вас высокого мнения. И я знаю, что не вы отвечаете за политику канала. Кто-нибудь здесь хочет ещё что-то сказать про санкции? А я уже всё сказал. Я как тот мужик, который радуется, что завалил бухую жирненькую колхозницу. А с утра глядит, а это роскошная журналисточка с телевизора. Знаете, очень будет жалко, да? Если вашим народам придётся страдать из-за чьих-то подростковых обид и личных споров, да? Спасибо, премьер-министр. Наша спрёна, это чудесная, цивилизованная, талантливая, непобедимая спрёна. Мы не боимся ваших санкций. Волки не воют у ворот, а люди готовы сплотиться вместе. Так что нет, Иван, мы не боимся. Больше скажу, мы даже не заметим этого. Потому что мы сильны, мы оснащены, и нас нельзя запугать. И на этой ноте мы заканчиваем. Министры? Премьер-министр. Спасибо за встречу. Мы вернёмся после рекламы. Минута до эфира. Питер, так с тобой просто. А куда ни ткни, ты горишь. Ебиси, Иван. В гольф поедем играть на выхе? Нет, у меня совещание. Тут один мудозвон наложил санкции на мою страну. Вот пиздакль. В смысле, чё? Ну, бывает и так. Оголтелые сволочи. В госсобственность? Вы двое, как топарочка, которые думают, что короли колхозы, а на самом деле вы куклы на них. Очень важно. Новая госцензура. Она подсвечивается синим. Она, как обычная цензура. Всегда следи за синей волной от прогресса. Угу. А перед королевской семьёй ещё принято кланять? Чего? Или просто реверанс? Так, тебе что, дали сюжет про кронпринца? Э-э-э... Мэган. Это Джереми, он будет брать интервью. Э-э-э... Йо, спасибо, что пригласил, бро. Да, да не за что. Йо, слышь, ты же не будешь меня про обезьяну спрашивать? Внимание, десять минут! Она сама так вырядилась, отвечаю. Я не знал. А-а-а... И пять... Четыре... Три... И снова с вами Мэган Уолл. Позже вас ждёт эксклюзивное интервью с театральной сенсацией, о которой будет говорить каждый. Но сперва вестник культуры со старым добрым Джереми Дональдсоном, а также гостем, которого вы все ждали. Джереми? Спасибо, Мэган. Сегодня я имею честь находиться в присутствии короля хип-хопа. Его называли ребёнком улиц и... И отцом правды. Эм, не знаю, как это возможно, но да ладно. Приветствуйте, Джейзас! А, да, спасибо, Джереми. Йо, это честь быть на твоей программе новости. Знаешь, как дети улиц? Я вас через витрину по телеку смотрел, поэтому быть тут сейчас просто чума. Угу. Эм, вы прошли большой путь, чтобы попасть сюда. Расскажите же нам об этом. Ну, знаешь, я стараюсь не... Ну, знаешь, прошлое есть прошлое, и я не люблю его перетирать. Да, понимаю, это не... Ну да, бро, улицы это всё, что я помню. Моя мать сдала меня в секонд-хенд сразу после рождения. Одна старушка меня пожалела. Разрешила спать на куче криминального чтива, пока я не научил себя ходить. Вау. Это чудное детство. А потом она умерла. Типа, трагически. Прямо у меня на руках, бро. Знаешь, я помню, как она лежит среди бытовых товаров. И в тот момент я и стал ребёнком улиц. Мне было восемнадцать месяцев. Ну и судьба. Ну и судьба. Вы известны своими откровенными текстами. Черпаете ли вы вдохновение в своём прошлом? Ну, как я и говорил, я стараюсь его не обсуждать. Оно слишком тяжёло. Конечно, я понимаю... Ну, а в моём первом альбоме я рассказываю, как я впервые украл, чтобы не помереть с голоду. Вокруг меня сбилась банда младенцев. Они звали меня мистер Хомтик Сыра. Мы с ними как семья были. Похоже на то. В последнее время вы много высказывались о правительстве. Да, нахер правительство. Нахер прогресс, нахер Клементо. Что именно вызывает у вас такую реакцию? Ну, они крадут у нас, берут наши деньги и тратят их, бро. Перераспределяют. И, кстати, недавно мы практически решили проблему бездомных. И чё? Разве эта проблема не должна быть вам близка? Да, стопудово, братан. Но просто это... Почему я-то должен за это платить, бро? Не вы. Людей расселили в дома, экспроприированные у традиционно богатого населения. Это же точно не о вас. Слушай, я много работал. Я построил себя с нуля. Цензура правительства. Вот если подумать. Цензура правительства. Синяя, да? Ее цензурить... Надо. Надо цензурить. Я заслуживаю за это название. Синяя цензурим, оранжевая не цензурим. По-вашему, вы работали больше, чем фермер или медсестра? Не знаю. Но если люди находят что-то в моей музыке, любят ее, платят за нее, то кто скажет, что не больше? Я заслужил это. Даже для помощи, скажем, бедным сиротам. Мистер Ломтик Сыра. Ха. Ты на что намекаешь? Я не понимаю вашу политическую позицию. В смысле, она идеологическая или тактическая? Да это скорее... А может, это наследственная? Не надо за меня говорить, Джереми. За меня говорит моя музыка. И люди со мной согласны. Что ж, время покажет. Но спасибо, так мне будет куда проще сменить тему разговора, который для меня вести гораздо больнее, чем для вас. Итак, Джей Зас со своим новым хитом «Слезы миссис Ладла». О, не, слышь, я хочу кое-что другое зачитать. Это новый мой сингл. Ага. Его не одобрили, верно? Будет четко. Отлично. Не волнуйтесь, у нас работает новейшая система цензуры. Что может пойти не так? Что ж, встречайте. С новым синглом. Какая удача. Это Джей Зас. Хитяра ща будет. Мы все разного цвета, со всех частей планеты. И каждую секунду лишь один в приоритете. Прими ты участие, предотврати несчастье. Останови, блять, наконец, двух упырей у власти. Теперь накрыли санкции, высокие инстанции. Поместье Джулиэс – это символ эксплуатации. Ебал я пропаганду и всю вашу команду. Я сам пробью дорогу к своему таланту. Пойми, это сейчас, ты теперь один из нас. И в каждом человеке здесь живет Джей Зас. Считайте меня психом, ведь мой подход неслыхан. Я буду не пиздеть, а искать ебучий выход. Мой труд изобретение, а шмот лишь увлечения. Но я не буду делать что-то без вознаграждения. И это бунт атлантов, вызов для сектантов. Я лишь претендую на плоды своих талантов. Вы хотите нас равнять, не желаете понять. Ни людей, ни идей, так нельзя объединять. Лучшие из нас знают, что про белых час. Потому что одна родина, только блядский рабский класс. Я возьму этот факт и представлю оппонентам. Прямником в ебанник, суну Питеру Клименту. Он тупой и блан, бесполковый шарлатан. И пора закрыть хуя, весик блядский балаган, бро. Я обращаюсь к паре, он кого по жизни парили. Кого как будто заперли в ебаном серпентарии. Тем, кто не знал нехватки, и Бентли был в обкатке. А сейчас увидел, что щита находятся в упадке. И к тем, кто был мечтатель, кому пришлось сбежать. И тем, кто кровью и спотом построил предприятие. Все люди непростые, есть добрые, есть зые. С каких же пор, по-вашему, мы равными прослыли? Вы хотите нас равнять, не желаете понять. Ни людей, ни идей, так нельзя объединять. Лучшие из нас знают, что про белых час. Потому что одна родина, только блядский рабский класс. Я возьму этот факт и представлю оппонентам. Прямником в ебанник, суну Питеру Клименту. Он тупой и блан, бесполковый шарлатан. И пора закрыть хуя, весь их блядский балаган. Бро, давай вставай с дивана, убей в себе барана. И вспыхнет пламя падочком, хуевшего тирана. Покажем карьеристам, ужным активистам. А после спален нам кострах прогрессивных писем. Я возьму этот факт и представлю оппонентам. Прямником в ебанник, суну Питеру Клименту. Он тупой и блан, бесполковый шарлатан. И пора закрыть хуя, весь их блядский балаган. Далой инстинкт садны, нам не нужны команды. От этой лжи за стол шагов воняет пропаганда. Врагам не до спокоя, печь нашего героя. Подними кулак, это день перебоя. Это Джей Зас с его новой песней. Спасибо вам большое, что приехали к нам в студию. А сейчас... Эм... Прошу прощения. Так. Возможно, мы расходимся во взглядах, но я должен извиниться. Мне только что сообщили, что наверху произошла какая-то заминка. И кто-то попытался частично зацензурировать вашу песню. Ты серьезно? Я бы хотел официально заявить и вам, и нашим зрителям, что произошла ошибка. Да это же бред вообще. Ты прикинь, да? Для нас, сотрудников вечерних новостей, важно оставаться нейтральными, беспристрастными и свободными от любого внешнего влияния. Даю вам слово. Мы не будем цензурировать идеи. На этом все, Мэган. Что ж, простите нас за пару крепких слов. Давайте поблагодарим Джереми Дональдсона «Завестник культуры». В следующем эпизоде мы поговорим с уже известными нам гостями об их готовящемся театральном дебюте. Увидимся после рекламы. Пошла реклама. Ой-ой-ой. Дженни, это же просто пиздец. Напоминаю. Будьте добры, давайте по-моему. Старый беда. Встать в новую кассету в последних роликах. Какая-то ошибка. А теперь, пожалуйста, я прошу вас уйти. Ну, сейчас же я об этом все отцу расскажу. Я понимаю. Это невероятно, Мэган. Не знаю, чем ты, Джереми. Ой, я не понимаю, как работает эта нахрен цензура правительства. То есть, типа, мне нужно было что сделать? Синий не цензурировать получается, что ли? Или я все правильно сделал? Ладно. Так и оставим. Синяя по цензуре, оранжевая нет. Ох, сейчас будет. Так, тихо. Смотри. Переставь, пожалуй. Займите ваши места, пожалуйста. Ох, ни слова больше. Ни слова больше. Пожарим. Шереми, помните мистера Алгебру? Незабываемо. И мистер Харрис, и еще мисс Рейден. Здорово. Просто Филипп. О, вот мы снова тут. Кто бы мог подумать? Разве что сам дьявол. Да, дьявольски волнительно. Я так рада. Так, отлично. Эфир через 10 секунд начинает камера один. Ой. На, подержи. Пять. Четыре. Три. Привет. И нет, вам не показалось. У нас в гостях хорошо знакомые вам лица. Мэган, вы мне льстите. Это была всего лишь реклама йогурта, но я все равно ей горжусь. Сегодня про свое новое шоу нам расскажет наша народная гордость Томми Харрис, народная актриса Филиппа Рейден и народная беда Джефф Алгебра. Мы так рады вас всех видеть. Томми, расскажете про постановку? Конечно, с охрененным удовольствием. Она же про меня, про жизнь мою. А как возникла эта идея? Короче, представь себе. А стою я себе, ноги в стороны посреди разминки, с меня пот валит, как со свиньи. И вдруг заходит Синди и говорит, а как говорит, там Питт звонит? То есть Питер Клемент, премьер-министр. Ага, да, мы типа с ним кинты. О, неужели? Ну типа да, он иногда на тренировки приходит, вратарь неплохой, ну не суть. И он такой, Питт, он говорит, Тоби, слышишь? Он думает, меня Тоби зовут. Он говорит, а не хочешь ты передать немного своего чувства локтя и солидарности нашему разобщенному народу? Что, если бы ты правда мог помочь всем? В это тяжелое время. И что вы ответили? Ну а че, да? Джефф, всех здесь волнует один вопрос. Как, бога ради, вы сюда затесались? А, да. Благодаря успеху моей дебютной работы и тому, сколько людей я тронул, я знал, что просто обречен на карьеру в театре, да. Я всегда восхищался талантами Томми. Так что, когда мне позвонили и предложили пост режиссера, я был в восторге. Стянул штаны и сразу сел за работу. А почему так? Я лучше всего творю без штанов. Да, мне точно такое говорят. Нет, я бы так не сказала. Итак, Томми, а не могли бы вы рассказать нам, о чем будет пьеса? А оно о том, как мне было нелегко. И про то, с чем мне пришлось столкнуться. Ну, типа, реально показывает, как это тяжело быть мной. Я ее назвал Томми Харрис. Господи, было тяжко. Хм, звучит. Кстати говоря, у нас есть несколько записей репетиций. Вы расскажете, что мы там увидим? Да, то есть, пьеса построена на двух очень важных для меня вещах. В ней смешаны эпизоды моей жизни, перемешку с прочтениями этих же эпизодов в жанре эпического фэнтези. Но, пап, Ты обещал прийти ко мне на выпускной. Увы, сын, Но ты позор семьи. Но, пап, Ты обещал прийти ко мне на выпускной. Чур меня! Изэйди, демон! Филиппа, Каково это, играть на одной сцене с Томми Харрисом? Я всегда мечтала Блистать на сценах провинциальных театров в средней руке. И вот, наконец, мне попалась постановка, в которой я по-настоящему могу себя проявить. Чем она отличается от других? Пьеса Томми, Эм, мистера Харриса. Тот самый материал, с которым я могу продемонстрировать свой недюжинный актерский талант. Мне всегда казалось, что я стала заложником одного и того же образа. Избитых персонажей, Каждой убогой рекламе йогурта или унылой мыльной опере, Или, упаси боже, пантомиме. Но, знаете, это... Эта постановка позволила мне открыть себя заново. Джефф, наши зрители умирают от любопытства. Скажите, каков ваш вклад в эту постановку? О, хороший вопрос. Я думаю, ребята согласятся, если я скажу, что с моей твердой рукой на штурвале И второй рукой на плече эта постановка по-настоящему расцвела. Истинная правда. Вклад Джеффа просто неоценим. Он для нас как скала. Ага. А сможете показать нам еще кусочек пьесы? По секрету. Да, конечно. Сколько угодно. Да, у нас есть много эксклюзивных историй С первых уст о жизни Томми в подпольном мире спортсборда. А еще про чтение жизни Томми в подпольном мире спортсборда В жанре эпического фэнтези. Я же верно понимаю, это официально финансируется правительством. Да, да, за все, за все уплощенно из налогов. И я вам так скажу, мы без этих денег точно не справимся. А да, по правде говоря, без поддержки прогресса пришлось бы выбросить финальную сцену. А без нее пьеса превратилась бы в фарс. Ах ты, Господи, Иисусе! Боже. И так каждый вечер? Ну, конечно. Это метафора. Чего? Смерть? И платит за это общество. Не так. Да куда им деваться-то? Знали бы вы, сколько стоит автобус, а химчистка для галстуков. Да я еле в плюс выхожу. Звучит просто невероятно. И где же это действо можно увидеть? Мы выступаем по всей стране. И люди могут увидеть это абсолютно бесплатно, благодаря прогрессу. Ну, разве это не чудо, Джереми? Да. Это невероятно, Мэг. Спасибо вам огромное. И кажется, в следующий раз вы тут будете вместо нас. На этом сегодня все. А завтра я возьму интервью у самой красивой в мире лошади, Джереми Дональдсон. И Мэган Вулф от лица всей студии желают вам спокойной ночи. Пошла реклама! Подготовьте площадку на завтра, пожалуйста. Эй, а мы весьма часто пересекаемся в последнее время, да? О, да-да-да. Левой рукой. Ох уж этот эфир, блин. Итак, я не помню, какие мои акции, но ладно, пофиг. Главное вот. Вот что самое главное. Прогресс минус, так как мы его цензурировали, правильно же? Вот. Попробуем все-таки снятое сейчас тоже посмотреть. Вот. Если получится, и тормозить не будет, если будет, то обрежем. Ничего страшного. Очень долго грузит. Может, что-нибудь попроще попробовать загрузить. Ладно, обойдемся без комнаты отснятого материала. Пойдем дальше по сюжету и закончим на каком-нибудь дне. Я так полагаю, мы сейчас дойдем до главы зной и там уже сделаем перерыв. Но до этого момента, конечно, пройдемся чуть-чуть по сюжету. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы будем регистрироваться. В прошлый раз я тоже выбрал то, чтобы отказаться от карты, хотя я прогресс поддерживал. Конечно едем. Надо этот как его. Хотя бы немножко в работе не отставать, потому что могут в любой момент уволиться. Потому что поддерживаю не прогресс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну Меган всегда там сидит. С Боузманом и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, поблагодарим типа прогресса первой, но на самом деле ни хрена подобного. Субтитры создавал DimaTorzok